Уважаемые налогоплательщики! Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением случая направления уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органам налогового уведомления. В случае неполучения налогового уведомления 1. Проверьте свой личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру. Пользователям сервиса уведомления направляются только в электронном виде. 2. Если утрачен пароль от личного кабинета, обратитесь в любую налоговую инспекцию для получения или восстановления реквизитов доступа. 3. При наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг доступ к личному кабинету возможен без личного визита в налоговые органы. 3. Не пришло уведомление по почте. Обратитесь в любую налоговую инспекцию или в МФЦ. 4. Оплатить налоги можно через личный кабинет налогоплательщика, через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц», в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков. 5. Не откладывайте уплату налогов на последний день. Неуплата налогов приводит к негативным последствиям в виде начисления пени, принудительного взыскания задолженности в судебном порядке, запрете на выезд за границу. 5. Федеральная налоговая служба сообщает, что единый налоговый платеж – это очень удобно. 6. Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно и заранее, до получения налогового уведомления, перечислить денежные средства для уплаты налогов. 7. Это своеобразный авансовый кошелек налогоплательщика, куда он вносит деньги для последующей уплаты налогов и задолженности по ним. 8. С помощью кошелька можно оплатить налог на имущество, земельные и транспортные налоги, налог на доходы физических лиц в том случае, когда НДФЛ был исчислен, но не удержан налоговым агентом. 9. Сделать взнос можно в любое время в течение года, не переживая в дальнейшем за своевременность исполнения налоговых обязательств. Для этого на главной странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» имеется ссылка «Кошелек». Механизм единого платежа позволяет в течение года частями откладывать деньги на уплату налогов и исключает вероятность ошибки при перечислении средств. Количество пополнений кошелька, сумма и периодичность переводов не ограничены. Информация о способах уплаты имущественных налогов размещена в разделе «Новости. Деятельность Федеральной налоговой службы» на официальном сайте Федеральной налоговой службы России – налог.ру. Там есть информация по уплате налогов при помощи обновленного сервиса «Уплата налогов и пошлин», об уплате налогов при помощи сервиса «Уплата налогов карты иностранного банка», о пополнении гражданами электронных налоговых кошельков и видеоролик об уплате имущественных налогов физических лиц при помощи единого налогового платежа. Прием граждан по возникающим вопросам в связи с направленными налоговыми уведомлениями производится в МФЦ и налоговых инспекциях по вопросам относительно налогообложения доходов и имущества физических лиц с рассмотрением обращений в налоговых органов и в подразделениях регистрирующих органов по вопросам относительно характеристик объектов имущества, учтенных в указанных органах. Что делать, если налоговое уведомление не получено? Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами или размещаются в личном кабинете налогоплательщика не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов, не позднее 1 декабря года следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги. Таким образом, налоговые уведомления за налоговый период 2019 года направляются не позднее 1 ноября 2020 года при наличии установленных оснований для их направления. При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях. 1. Наличие налоговой льготы, налогового вычета иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. 2. Если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органам налогового уведомления. 3. Налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России, личный кабинет налогоплательщика, и при этом не направил в налоговый орган уведомления о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе. 4. В иных случаях, при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию, либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика. 5. Или с использованием интернет-сервиса ФНС России обратиться в ФНС России. 6. Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган. 6. Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении? 7. Шаг 1. Проверьте, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучите содержание граф «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении. 8. Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не применены, необходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении. 9. Транспортный налог. Освобождение от уплаты налога предусмотрено только на региональном уровне законами субъектов Российской Федерации для определенных льготных категорий налогоплательщиков, как инвалиды, ветераны, многодетные и т.п. 10. С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках льготов по имущественным налогам» либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт Центр ФНС России. 10. Земельный налог. Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. 10. Льготы могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям – пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные и другие категории граждан. 10. Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения земельных участков. 11. Налог на имущество физических лиц. Льготы для 16 категорий налогоплательщиков – пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцев хозстроений до 50 квадратных метров и т.п. – предусмотрены статьей 407 Налогового кодекса РФ. Льготы предоставляются в размере, подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, неиспользуемого в предпринимательской деятельности. Льготы предоставляются по выбору налогоплательщика в отношении одного объекта каждого вида. 1. Квартира или комната. 2. Жилой дом. 3. Помещение или сооружение. 4. Хозяйственное строение или сооружение, гараж или машиноместо. Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого имущества. 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать заявление по установленной форме о предоставлении льготы по транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц. Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново предоставлять заявление не требуется. Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом – через личный кабинет налогоплательщика, почтовым сообщением, путем личного обращения в любую налоговую инспекцию или через уполномоченный МФЦ. Уважаемые налогоплательщики, срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года. В связи с этим мы с вами поговорим, что такое налоговое уведомление и как его исполнить. Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ возложена на налоговые органы. В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока платежа по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам, физическим лицам, налоговые уведомления для уплаты налогов. Форма налогового уведомления включает в себя сведения для оплаты указанных в нем налогов – QR-код, штрих-код, ВИН, банковские реквизиты платежа. Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих к календарному году направления налогового уведомления. В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органам, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется. Налоговое уведомление может быть передано физическому лицу лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. По почте с заказным письмом, в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика. При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета налогоплательщика уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе. Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно быть исполнено, то есть налоги в нем оплачены, не позднее 1 декабря 2020 года. Продолжение следует...